В первый день зимы в Казанском федеральном университете празднуло 225-летие геометра ректора и строителя Казанского университета Николая Лобачевского. В этот день в императорском зале Казанского университета, в создании которого принимал непосредственное участие сам великий математик, вручили премию и медаль его имени. Торжественная церемония вручения медали и премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложения юбилейный год. Еще одна дань уважения великому нашему соотечественнику. Я напомню, что еще в далеком 1895 году вслед за празднованием 100-летнего юбилея Лобачевского было принято решение об учреждении одноименной международной премии. Возрождение медали и премии имени Лобачевского это результат совместного труда ученого совета, попечительского совета и международного совета. Это своего рода возвращение к тем далеким временам. Имя победителя стало известно еще в конце августа во время пресс-конференции в высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. Лауреатом премии стал американский математик Ричард Мэлвин Шейн, автор ряда работ в области теории относительности, которые призвели огромное впечатление на мировое научное сообщество. Я горд и рад находиться сегодня здесь. Мне приятно, с каким теплом меня и мою супругу встречают в Казани. Наследие Лобачевского, безусловно, одно из величайших достижений мировой науки. Сегодня я хочу рассказать о своих исследованиях и о том, как на них повлияли мысли Лобачевского. Особое внимание этой премии уделило и правительство Республики Татарстан. Награду от лица республики лично вручил Фарид Мухаммедшин. У нас сегодня, я бы сказал, большой научный праздник. Праздник в связи с тем, что мы реанимировали по срокам вновь вручение этой высокой награды, оценки вклада в науку. И одновременно приурочив ко дню рождения Николая Ивановича Лобачевского открытие музея. Банковская карта с уже внесенными на счет 75 тысячами долларов США оказались в руках победителя под громогласные аплодисменты гостей церемонии. Также памятные знаки из рук ректора КФУ получил каждый из членов жюри. Это серебряные копии главной медали. Сразу после церемонии Роберт Шин и Ильшат Гафуров рассказали журналистам о том, что будет с премией дальше и какова ее судьба. Ни для кого не секрет, что 2018 год в Казанском федеральном университете и Республике Татарстан объявлен годом Льва Толстого, великого русского писателя и студента Казанского императорского университета. Президент нашей республики Руслан Маргалевич Мениханов объявил своим указом в следующий год, 2018 год, годом Толстого. И создана специальная рабочая комиссия сегодня по формированию программ этого года. И я думаю, результатом также явится соответствующая премия. Но мы предполагаем или желаем, чтобы было две премии в разных областях в области лингвистики и в области литературы. Этот поистине масштабный день завершил сериал мероприятий, проводимых КФУ в рамках объявленного в 2017 году года Лобачевского. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс. Диана Шилова, Леонард Влетьяров.